Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередная новинка от бренда Art Alza Farren. Называется Parfum El Mira. Он женский и пришел вот в такой очень красивой, нежной упаковке. Сам флакон выполнен в такой форме кристалла, какого-то драгоценного камня, очень женственный. Мне кажется, там внутри какой-то легкий цветочный аромат и очень хочется, чтобы так и было. Давайте пробовать. Я немного разочарована после вчерашнего обзора на Яру, честно говоря. Ждала-ждала, но не случилось. Мне подписчики сказали, что есть еще белая Яра, оказывается. Я ее не пробовала, попрошу прислать. Надеюсь, в ближайшее время получится снять и на нее тоже обзор. Необычный такой запах. Он цветочный, но при этом как будто минеральный, газированный, что ли. Очень тонкий, очень легкий, достаточно свежий. Сладости я в нем пока никакой не чувствую, вот только тонкая нежность цветов и таких вот минеральных нот. Очень интересный аромат. Он не похож пока что ни на что из всего, что я пробовала. Такой прям оригинальный, самобытный. И на коже он будто искрится такими минеральными, возможно, даже воздушно-морскими нотами. Но запах прям легчайший и освежающий. Давайте посмотрим на пирамиду композиции и будем разбираться. Ну что, друзья, пыталась я найти состав нот и смотрела и на русскоязычных источниках, и на зарубежных. Нигде не нашла. Единственное, что могу вам рассказать, это в целом, да, какие мотивы здесь присутствуют, какие аккорды есть в этом аромате. В составе нот заявлены белые цветы, пудра, древесные ноты и цитрусовые аккорды. Это все, что нам известно пока что. Из всего перечисленного я пока что могу согласиться, пожалуй, с белыми цветами. Возможно, здесь есть бергамот, потому что, да, идет вот у него такая свежесть, но не прям вот сочная, которую дает там лимон, да, или апельсин. Скорее вот что-то бергамотовое, правда. И прям минеральные ноты. То есть запах легкий, нежный и как будто слегка газированный. Какая-то вот такая идет ассоциация. Но белые цветы и бергамот, пожалуй, на старте прям очень явный. Пудры я пока что не слышу, древесных нот тоже. Но давайте дадим ему часа 2-3. Мне кажется, он будет не очень стойким. Я посмотрю, как он раскроется и постараюсь рассказать вам о нем чуть больше. Ну что, друзья, у нас с вами прошло даже чуть больше 3 часов. Честно говоря, аромат слетел с меня буквально часа за 2. Не знаю, в чем причина. То ли он действительно сам по себе такой нестойкий. Возможно, ему нужно просто дать время, чтобы настояться. В принципе, я на самом деле давно уже думаю над таким форматом, чтобы прежде чем снимать для вас обзоры на парфюмы, все-таки их поносить какое-то время, отставить там недели на 2-3, только потом уже возвращаться. Но тогда вы не сможете наблюдать за моей первой реакцией. Я знаю, что многие при выборе ориентируются именно на нее. Какой формат вам больше нравится, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Потому что, ну правда, очень странно. Запах слетел с кожи просто в моменте. Верхние ноты этого аромата мне понравились. Они были для меня необычны тем, что вот этот вот минеральный привкус, да, какое-то вот чувство такой газированности, воздушности, оно необычное, оно интересное. Такого еще не было. Но оно исчезло буквально минут через 15, может быть, даже меньше. И, в принципе, на коже после этого остался такой достаточно монотонный запах белых цветов, смешанный с бергамотом, который за 2 часа своего раскрытия абсолютно никак не изменился. Никаких древесных заявленных нот я здесь не почувствовала. И в целом, как я уже говорила, да, вот 2 ноты, которые я слышала, это бергамот и это белые цветы. В принципе, запах приятный, но он очень простой, монотонный. И мне в какой-то момент он напомнил кондиционер для белья, если честно, даже больше, чем там духи. Он классический, супер повседневный, супер простой, понятный, не считая вот этих интересных искрящихся минеральных акцентов в самом начале. Но так как они не держатся долго, не знаю, есть ли смысл рекомендовать вам его как что-то такое неординарное, интересное, заслуживающее внимания. Супер повседневный аромат на каждый день. Женский, мягкий, легкий, свежий за счет того, что, да, вот цитрусовый, какие-то бергамот. Честно говоря, меня он не особо воодушевил и какие-то восторженные отзывы я о нем давать не буду. Себе я его тоже не оставлю, потому что у меня уже что-то похожее есть. Я уверена, что если вам нравятся цветочные ароматы, у вас на полке наверняка найдется нечто более интересное. Наверное, этот аромат я бы порекомендовала неискушенным в парфюмерии девушкам и женщинам, которые вот только-только начинают знакомство с миром ароматов, да, ищут прям что-то супер понятное, супер легкое, очень такое невесомое. Вам такой запах тогда, возможно, и понравится. Но меня он, повторюсь, не удивил, потому что я уже очень много за этот год перепробовала разнообразных запахов с различными нотами, акцентами, и этот, конечно, даже не в середине моего топ-списка находится. Я дам ему время, да, буквально недели две-три он у меня еще постоит, и потом я к нему вернусь, попробую заново. Может быть, раскроется он как-то иначе, возможно, стойкость будет более длительная, не знаю, шлейфовость появится, а может быть, он не изменит свое звучание, просто парфюм сам по себе такой. Не особо у нас сегодня получился информативный обзор. Я, если честно, большего ждала от новинок, которые мне прислали, но у меня есть еще два флакона, тоже из серии чего-то новенького. Завтра и послезавтра я буду снимать обзоры на них. Я видела, что там пришел мужской аромат, так что завтрашний обзор я, пожалуй, посвящу нашим дорогим мужчинам. Желаю вам, как всегда, хорошего дня, продуктивной недели. Всем пока!